15-й юбилейный фестиваль «Небо России-2017» станет самым крупным за историю своего существования. Впервые в истории фестиваля в Рязанской области состоится чемпионат России по воздухоплавательному спорту. У каждого будет такая штука, я уже рассказывал. Соответственно, включается, у нас есть спортпульт управления, он уже апробирован, мы уже ставили в ряд их 4 на 7, и, соответственно, пускали так, как запланировано. То есть там есть целый алгоритм действий. Это с краев, к середине идет одновременная волна, когда идет свечение шаров. Потом по спирали все закручивается. Потом разыгрался воображение, и думали там ром, всякие валы прочные. Все это сложно, потому что это нужно будет видеть сверху. Единственное, на чем мы остановились, это мы будем делать буквы. То есть будет посылаться сигнал, мы сделаем «Небо России Рязань». Это потом должно склеиться в одну большую фотографию, ну и должно получиться красиво. Ни для кого не секрет, что именно Рязань является основателем традиции проведения воздухоплавательных фестивалей. В мае 1990 года по инициативе Льва Маврина состоялся первый в России фестиваль. В Рязани ежегодные праздники неба стартовали в 2007 году, и с тех пор весьма полюбились пилотам из разных уголков страны. За годы существования фестиваля воздухоплаватели немалый вклад внесли в развитие современной науки. За шесть лет полетов получены детальные фотографии как географических, так и историко-археологических объектов, в числе которых древние городища, старые заброшенные усадьбы, выявлены участки, которые перспективны для поиска следов древних поселений человека. Фотографии отражают природные ландшафты и встроенные в него хозяйственные объекты. Обработка их позволяет вести мониторинг изменений природной среды на фоне меняющегося климата и воздействия человека. В последнее время особый упор сделан на картирование заповедных территорий, требующих детального изучения и охраны биологического разнообразия природных экосистем. Надеюсь, что в этом году фестиваль воздухоплавания позволит нам решить новые научные задачи в исследовании поймы древней океи, а в перспективе мы сможем исследовать течение океи в пределах не только Рязанской области, но и на всем ее течении от Орла и Калуги до Нижнего Новгорода. 40 экипажей из 12 регионов страны в этом году в течение недели будут проплывать над Рязанской землей. В соревнованиях регион представят Александр Маврин и Владимир Ермаков. Но не стоит забывать, что кроме спорта, фестиваль – это еще и как всегда волшебное зрелище. В художественном музее работает фотовыставка «Красота планеты Земля», приуроченная к фестивалю. На ней представлены 53 самых красивых снимка за историю фестиваля от 17 авторов из частной коллекции Льва Борисовича Маврина. С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Федерации воздухоплавательного спорта Рязанской области, а также в социальных сетях. Телекомпания «Город» будет держать своих телезрителей в курсе об изменениях в программе и главных, самых зрелищных событиях. 8 августа ровно через неделю в Монастырском саду возле Рязанского Кремля в 18 часов откроется фестиваль «Небо России-2017». Ночное свечение шаров и полет на фоне Кремля и заката. Пропустить такое недопустимо.